30 июня 2015 года на базе производства компании «Кнаус Гипс Новомосковск» состоялся семинар. Его участники познакомились с новыми инновационными разработками строительных материалов предприятия, а также организацией их производства. Мероприятие проводилось по инициативе недавно созданного Тульского регионального отделения Российской общественной организации «Совет ветеранов-строителей» в канун Дня строителя и в связи с 20-летием работы на территории Тульской области Международной корпорации «Кнаус». Семинар собрал руководителей фильмов застройщиков, представителей закупочного бизнеса, а также ветеранов строительной отрасли. С приветствием к участникам встречи обратилась министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко. Я думаю, что наш семинар пройдет небезуспешно. Мне хотелось бы пожелать участникам действительно найти то практическое применение, которое вы сегодня увидите в своей деятельности, пожелать, собственно говоря, нашему предприятию дальнейшего развития. Выступил глава администрации города Новомосковска Вадим Жерздев. «Добрый день, коллеги! Наверное, действительно коллеги, потому что со многими мы знакомы с очень давних времен, встречались и пересекались на многих строительных площадках. Я от лица администрации хочу вас поприветствовать на гостеприимной новомосковской земле. В двух словах хочу сказать о том, что Новомосковск, несмотря на новые реалии или кризисные моменты, которые у нас есть, продолжает развиваться. И даже наиболее уязвимая отрасль строителей, которые первые страдают от различных кризисных явлений, но и первые ощущают подъем на себе, В этом году, я имею в виду Гипскнауф, не потерял своих темпов и фактически отгрузка продукции в том или ином виде, но остается на прежнем уровне». Свою точку зрения изложил заместитель и руководитель региональной организации ветеранов-строителей Альберт Попов. «Двадцать лет в этом году фирмы Гипскнауф Новомосковск. Хотя месторождение начало разрабатываться еще в 30-е годы, а сам гипсовый комбинат ему 65 лет. И вот я, как ветеран, сравниваю продукцию, которую выпускали в советское время и которой сегодня, это, конечно, совершенно новые материалы. Ну вот наступил 97-й год, после встречи губернатора Стародубцева с господином Гипскнауф наметили меры и после этого пошло развитие». О работе компании рассказал исполнительный директор этого подразделения фирмы Гипскнауф Анатолий Макеев. «Вот несколько сегодня таких сведений о том, что сегодня представляет собой группа ГНАУФ. Это 220 заводов в 70 странах мира на пяти континентах, 26,5 тысяч сотрудников с оборотом в 6,4 миллиарда евро. И 70 предприятий, которые мы имеем, имеют фирмы по добыче сырьев. Ну а что представляет этот завод, где вы сейчас находитесь? Это один из этих 220 заводов фирмы, который за последние 20 лет, когда пришла эта фирма, развивался, модернизировался и стал, я вам скажу, и вы это знаете одним из таких современнейших заводов, который является лидером строительной индустрии, строительных материалов в нашей стране». Участникам семинара был продемонстрирован мастер-класс по использованию продукции компании ГНАУФ на практике. «Смотрите, смесь очень жидкой консиденции, она сама нивелируется, мы задаем только толщину слоя. Толщина слоя может быть от 10 миллиметров и выше, но в среднем это считается максимальный для наливных полов слой, это примерно 60 миллиметров. Ну вот здесь мы залили слой где-то примерно 10-15 миллиметров. Необходимо просто дать вибрацию этой смеси для того, чтобы она растяглась». Участники мероприятия побывали на экскурсии в цехах основного производства, а также посетили гипсовую шахту. Здесь добывают гипсовый камень. Шахта крупнейшая в Европе. Система транспортировки сырья на поверхность единственная в мире. Гости спустились в шахту на глубину 120 метров под землей. Доехали на автобусе до рабочей зоны. Вся длина выработки более 700 километров. Вживую увидели процесс подготовки к взрыву скалы. А также погрузку камня в 40-тонный самосвал. Затем автомобиль выгрузил полученный камень в бункер. «Где камень обработала дробилка». После чего гости на подъемнике вернулись на поверхность. Затем автомобиль вырезать свои самый важной Anybody. Друзья, по soon rate show miller будет Running. А, который вырезает,還是 вырезаем мед. Также в съемке вырезала удовольствия.